Добрый день! Спасибо большое Василию за представление нашей компании. Надо сказать, что там Василия сказала, что она представляет профессиональную компанию по медиа-компанию, я бы сказал, самую профессиональную сегодня на этом рынке. Очень интересные конференции, большие, много участников. Тема моего выступления посвящена одной из сложностей современного мира, о которой говорил мой коллега Владимир. Это пересмотр налоговых соглашений. Пересмотр налоговых соглашений является логическим продолжением политики диапширизации, которая проводится в России, с одной стороны. С другой стороны, это продолжение общемировых тенденций во многих странах, когда в Европе, в какой-то степени в Соединенных Штатах, проводится курс на усиление прозрачности, с одной стороны. С другой стороны, на то, чтобы не пользовались незаслуженно льготами, которые предоставляют современные международные налогообложения, в частности, соглашения об избежании двойного налогообложения между странами. Таким соглашением между большинством стран имеются льготные ставки при перечислении дивидендов, процентов и роялти в другие страны. Для чего это сделано для того, чтобы привлечь иностранные инвестиции? Любая страна, чтобы развивалась, она должна быть связана с другим миром, и чтобы привлечь эти иностранных инвесторов, страны договорились, что иностранные компании имеют преференции по налогам. Скажем, если в России обычная ставка по налогам на дивиденды составляет 15%, то для иностранных инвесторов она может составлять 5%, 10%, по процентам, по займам до нуля может находить. Все это сделано для того, чтобы привлекать инвестиции в страну. Почему важен вопрос с налоговыми соглашениями? Почему мы о нем сегодня поговорим? Потому что немножко меняется, кардинально меняется, драматически меняется отношение к налоговому планированию. Если раньше налоговое планирование среди консультантов и в практике бизнеса большого сводилось планирование на уровне компании, выбран юрисдикции с минимальным либо нулевым налогообложением, собственно, это все было планировано. Регистрируем компанию в офширной зоне, выводим туда деньги, все, всем хорошо. Известные на сегодня и уже практически малоиспользуемые способы такой налоговой оптимизации, которая граничит с уходом от налогового и преследуется в большинстве стран, в том числе и в России, в том числе и в уголовном праве, если это речь о больших суммах. Первое и самое, наверное, крупное такое направление – это отправка денег из страны за рубеж под разного рода контракты на консалтинг, на маркетинг, за которыми не стоит реальная какая-то составляющая. Или какие-то товары, которые потом не поставляются. С этим практически на сегодня и российские власти, и власти других стран, и даже банки научились бороться. Такие контракты никуда и ни о чем практически невозможно реализовать в смысле перевода средств, даже уже на уровне банков. Вторая такая популярная тоже история была – это включение иностранной компании в цепочку поставщик-покупатель, либо добавление к цене товара или услуги, и эта добавка остается в офшорной зоне без налогов. Либо комиссия, эта иностранная компания получает комиссию, тоже где-то без налоговую хранит. Зеркальная операция разного рода. Знаете прекрасно, да, кто-то здесь кому-то платит в рублях, кто-то кому-то, наоборот, заплатил за рубежом в долларах или в евро. Вот это все как бы уже практически прошлый век, да, налоговые органы умеют с этим работать, и самое все-таки главное, да, банки начали проявлять особое внимание к контрактам, да, если за контрактом не стоит серьезное содержание, банки это проверяют, просят авиар-транспортные, накладные, просят информацию о поставщиках, сайты должны быть у ваших контрагентов, реальная деятельность какая-то, и все это на самом деле практически на сегодня уже мало работает. А что еще работает, это так называемый трити-шоппинг, да, или злоупотребление с соглашением об избежании, да, люди выискают такие юрисдикции, с которыми заключены льготные соглашения по дивидендам либо другим пассивным доходам и пытаются их использовать для снижения налоговой нагрузки на внутренний бизнес. Самым таким известным, наверное, поставщиком компаний, которые пользовались такими льготами, это был Кипр, вот, собственно, с Кипра российские власти начали пересмотреть соглашения по дивидендам, процентам, и ройлоте с тем, чтобы эти соглашения не использовались во зло. Почему Кипр? Потому что, что греха таить, наверное, подавляющее большинство контрактов, заключаемых между российскими и кипрскими компаниями, это были контракты, на самом деле, между российскими лицами, да, то есть за кипрской компанией непосредственно, либо через БВР, какую-то другую компанию, промежуще стояли российские бенефицеры, потому что россияне сами с собой торговали, вот, пользовались льготами, это, в общем, понятно, властям не нравится, и поэтому Кипр первым пострадал, как на более массовое место для регистрации россиян и таких иностранных компаний. Ну, надо сказать, что налоговых соглашений в России там более 80, и мы там посчитали, не поленились, 38 из них существуют льготные ставки, 5 или 10%, скажем, по дивидендам, да, что оставляет еще достаточно большой простор для налоговых органов российских по пересмотру соглашений и с этими странами тоже. Хотя, конечно, речь в основном пойдет о наиболее массовых местах регистрации компаний, либо в странах, откуда наибольшие инвестиции идут в Россию. Как я уже сказал, это не только такая российская задумка, да, и даже, скорее, наоборот, где оффшоризация началась в Европе, это и общественность, да, возмущается тем, что большие компании, Google, Amazon, не платят налогов в тех странах, где работают, а работают в том числе и в Европе, да, и это не очень хорошо. Внедряются повсеместно критерии фактического получателя дохода, да, если за кипрской компанией стоит российский бенефициар, то, конечно, что деньги идут российскому бенефициару, и нет оснований использовать льготы. Кик и автообмен, о которых Владимир тоже рассказал, ну и банки, да, так сказать, на самом деле на сегодня главным тормозом или главным препятствием для развития бизнеса международного являются банки. Регулятор настолько сильное давление оказывает на банки, что сегодня банки не столько заинтересованы получением прибыли, сколько заинтересованы в том, чтобы у них не было проблем. Это и на уровне банка в целом, и, конечно, на уровне менеджера банка, да, вот, ему важнее остаться на своем рабочем месте, не иметь проблем с руководством или даже с регулятором, или даже с правоохранительными органами, если он разрешит открытие счета по не очень понятным документам, либо транзакции какие-то проведет, которые могут быть расценены, уход от налогов. Все это приводит к тому, что работа даже нормальных компаний с банками на сегодня, если не сказать, что невозможно, но очень затруднена. Нужно реально готовиться к каждой делке, объяснять банку заранее цель транзакции, деловая цель должна быть. Ну и, соответственно, банки еще и проводят работу как бы назад по времени, да, такая машина времени в банках запустилась, требует происхождения средств бенефицаров, которые там уже 10, может быть, 20 лет на счету банки. Сейчас найти какие-то документы, которые подтверждают источники происхождения, очень сложно, компаний уже нет, которые платили, люди все поменялись, вот. Все это, конечно, дает большие сложности для бизнеса, в том числе для российского или бизнеса с бенефициарами СНГ, вот. Ну и еще одна, конечно, проблема – это политические разногласия между странами, да, к сожалению, российские деньги токсичными считаются во всем мире. Вот недавно правительство США опять заявило о том, что Россия является главным поставщиком грязных денег в мире, вот. Ну, мы с этим как бы согласиться не можем, но, к сожалению, такая история есть, где вслед за Штатами Европа тоже осложняет деятельность бизнесов с российскими корнями или с российскими бенефициарами. Но это касается не только россиян, конечно, украинцев и казахстанцев, и других жителей СНГ. Россия – просто самый крупный международный игрок и страдает в первую очередь ее бизнесы тоже. Сабстанс, да, это тоже такое, наверное, 2-3 года. Требование тоже не российское, да, пока, да, в России пока, так сказать, такого требования компаниям зарубежно не предъявляется, а банки уже предъявляют. То есть, если у вас компания зарегистрирована на Сейшелах, бенефициар российский, а бизнес ведется в Казахстане, банку такая ситуация категорически не устраивает, он хочет, было понятно, где находится реальный офис, да, есть с компаниями с миллионными оборотами, а офиса нет, сотрудников нет, непонятно, как все это работает. Это, конечно, неправильно, несовременно. Банки возражают, причем не только европейские. В Гонконге, да, одна из таких юрисдикций популярных для бизнеса, особенно для работы с Азией, власти и банки тоже, да, требуют от компаний не только наличие сабстанса, они теперь требуют привить место налоговой резидентности компании, почему эти требования возникают, потому что гонконгские компании освобождены от налогообложения, если ведут деятельность вне Гонконга, но тогда возникает вопрос, а если они здесь освобождены от налогообложения, где же они платят налоги, да, и власть начинает уже задавать такие вопросы, и власти и банки, главное. Банки задают вопрос компаниям, где у вас налоговая резидентность, соответственно, компания должна где-то там какой-то офис организовать, показать, где эта реальная деятельность ведется. Ну и то, о чем, собственно, мы говорили, это пересмотр соглашений. Да, пока это касается России, но и в Европе тоже такие разговоры ведутся, особенно сильное давление испытывает Лексимбург, Швейцария в какой-то степени, со стороны общеевропейских регуляторов, потому что льготные зоны по налогам в Европе тоже есть, да, Россия там не самая льготная на эту тему, если говорить о корпоративном налогообложении. И вот с такими странами тоже идет гренная борьба. Что произошло с соглашением? Просто вкратце, да, наверняка все читали, на сегодня подписаны протоколы, изменяющие соглашения с тремя странами, с Кипром, Мальтой, Лексимбургом и Нидерландой, да, на очереди. Вот, наверное, я думаю, что пока там на ближайшие месяцы с этими странами ограничатся, это основные все-таки поставщики, как бы инвестиций в Россию, кроме офшоров, конечно, да, там самый крупный поставщик BVI, конечно, да, там 3000 BVI-ских компаний являются материнскими для российских компаний, если верить официальным данным российским базе SPARC или базе ФНС. Так вот, что произошло с этими соглашениями. Они примерно одинаковые, да, не все одинаковые. Эти соглашения по дивидендам вставки поднялись с 5 или 10 процентов, в зависимости от доли участия до 15, по процентам теперь будет 15 процентов, да, и процентные ставки часто используются для уменьшения прибыли, вносили эти проценты на себестоимость, да, относили в России. Вот, теперь это становится малореальным. Паруэллоти хорошая новость, да, Паруэллоти по-прежнему может под нулевую ставку выйти. Почему? Ну, для стимулирования инновационных и всяких развития, да, новых каких-то патентов, IT-сферы и так далее. Думаю, из этих соображений законодатель исходил, оставляем ставки Паруэллоти. Некоторые исключения есть по дивидендам для публичных компаний, для стравовых компаний, пенсионных фондов, которые, в общем, подавляющим большинство к нашим клиентам отношения не имеют. По процентам тоже есть некоторые исключения, вы их видите на слайде. Ну, и с Нидерландами сейчас ведутся переговоры, с ними более сложная переговора. Почему? Потому что в Нидерландах, в отличие от Кипра и Мальты, есть реальные большие мировые иностранные компании. Shell, Philips, Danone, Kia, Mars, а Danone в два раза у меня даже, да. Hennikin, да, который пиво. Вот X5, которая перекресток, да, ритейловские, большие российские компании, да, которые в России работают, там имеют штаб-квартиры, поэтому это реальная история, да, поэтому сложнее с Нидерландами вести переговоры, больше вес имеют эти компании в мире. Традиционный холдинг кипрский выглядел очень просто. Российское ООО, вот 5% вычисляет дивиденды на Кипр, с Кипра на 0% на BVI, а дальше как-то это доходит в бенефициара, опять без налога. Вот на сегодня это не работает. Почему не работает? Во-первых, кипрские, российские 5% превращаются в 15%, во-вторых, Кипр в бюджете на следующий год заложил увеличение ставки при перечислении дивидендов из Кипра в эти страны до 17% по офшорным юрисдикциям, которые входят в черный список ЕС, да, BVI, туда попадают, Сейшелы и все остальные, да, того мы знаем. Раньше все дивиденды под 0 выводились из Кипра, теперь, к сожалению, у офшорной юрисдикции больше это невозможно. Ну и сами офшорные юрисдикции, туда получать деньги, выводить деньги стало достаточно сложно, потому что банки не открывают, не поддерживают штатных компаний. В самих юрисдикциях требования по собственному, которым нужно отчитываться, если вы получаете какую-то деятельность, она попадает в релевантные деятельности, да, то приходится опять сдавать отчеты, и если не платить налоги в юрисдикции, то показывают, где ваша компания является налоговым резидентом, и там платить налоги, да, то есть легкой жизни больше нет. Возможные решения по изменениям этих ставок могут быть следующие. Ну, первое – это сквозной подход, да, сквозной подход – это такая ситуация, когда налогоплательщик, владелец кипрской компании заявляет России, если мы говорим про Россию, что он является конечным бенефициаром, тогда применяются ставки российские, да, это ничего не меняет, да, если ставки на кипр по дивидендам 15%, в России тоже 15%, но упрощают структуру, упрощают расходы, меньше вопросов. Налоговое резидентство компании в России, да, некоторые иностранные компании, да, швейцарские приводят свою налоговую резидентство, ну, я имею в виду те, которые владеют россиянами в России, да, для того, чтобы до получения дивидендов можно было реинвестировать без налогов средства, которые накоплены у этой компании, и, по крайней мере, снимается проблема с открытием счета, да, в России до сих пор счет, ведь можно, недавно Минфин выпустил письмо, что открытие счета иностранной компании в России не ведет даже к отчетности, да, просто, ну, как Международный банк использует, почему вы не в России, да, хорошая история. Редомицелляция в специально административные районы российские, да, честно говоря, не очень работает, там все около 30 компаний, все переехали, вот и тут толком не переехали, поскольку на Кипре там полтора-два года компания закрывается, да, поэтому это такой механизм, не работающий для большинства бизнесменов. Можно попробовать компанию в другой стране зарегистрировать в одной из тех 38, где еще льготные ставки, да, но надо при этом понимать, что должна быть деловая цель такой регистрации, иначе это будет уход от налогов, именно так расцениваться и российскими властями, и банками тоже. Можно попробовать кипрскую компанию куда-то, чтобы она мигрировала, да, переехала. Можно еще какие-то структурные изменения, но это все еще раз должно сопровождаться деловой целью, да. Вот очень интересное решение, на самом деле, хотя вроде она так, на первый взгляд, и не подъемная, это превращение частной кипрской компании, а правит лимит это в публичную, да. На Кипре три биржи, там самая старая, поновей, и так называемая биржа для новых компаний. Делать такую компанию кипрскую публичную на этой вот новой бирже, я предполагаю, кипреты специально ее сделали под пересмотр соглашений, может быть гениально предвидели, там расходы небольшие, там 30-50 тысяч долларов, да, и ваша компания может иметь листинг на этой новой бирже, это формально выполняется условие для исключения по дивидендопроцентам, вот так что, в принципе, решение для относительно средних, скажем, и больших бизнесов. Ну и, наконец, можно подумать о том, чтобы перенести существующий бизнес из России, если налоговая нагрузка становится слишком большой, это, конечно, не для всех, да, если у вас, скажем, все внутри России, да, с какого-то строительства, недвижимость большая, заводы, пароходы, вот это перенести сложно. Если это торговый, какой-то другой международный бизнес, то можно подумать о том, чтобы выходить в международную арену, всем от этого хорошо, да, российские товары, услуги идут за рубеж, россияне получают деньги, российская казна получает какие-то деньги, всем вроде бы здорово. Вот, дальше есть у меня пару слайдов про, как это работает, сквозной подход и другие, вы их получите в рассылке, я не буду останавливаться, просто для полноты, как бы, изложений, я их привел в презентацию. Вот, на этом слайде, обратите внимание, есть такое лицо, физическое лицо с нондомицелем, да, о чем речь идет. Речь идет о том, мы об этом сегодня поговорим, что пора переходить от планирования на уровень компаний, на уровень бенефициаров, да, если бенефициар в момент получения дохода находится в той юрисдикции, где по таким доходам не возникает налогов, вот, это совершенно легальная, нормальная история, да, с уменьшением налоговой базы этого самого физического лица. Ну, и тут у меня внизу, видите, кроме Кипра, есть всякие компании САРО, ДОО и прочее, да, в Восточной Европе, да, особенно с Восточной Европой, у нас есть хорошее соглашение, есть хорошее соглашение этих восточных и европейских стран с другими странами, да, скажем, из Венгрии все дивиденды вводятся в неофшорные, конечно, зоны под 0%, да, то есть можно использовать Венгрию, конечно, с первоначальными компаниями. Решение много, схемки только намекают на то, какими они могут быть. Можно остаться на Кипре, да, Кипр имеет массу, если говорите, соглашения с Кипром, да, почему Кипр, потому что на Мальте компаний мало, на самом деле, там достаточно специализированные, вот, ну, Люксембург совсем немножко не по этой части, да, там, скорее, накопление денег, да, в специальных инвестиционных фондах, которые часто не связаны с Россией, а связаны с получением доходов из других стран, Кипр основная, да, основная все-таки юрисдикция для россиян и, кстати, для отдыха тоже, да, вот, и он остается все-таки интересным таким местом для ведения бизнеса, почему? Потому что нет налога на исходящие дивиденды, да, нет налога на прирост капитала, пока, по крайней мере, нет, льготные условия для IT-компаний, есть льготы по называемому вычету условных процентов, да, если владельцы вносят деньги в компанию, это используют для развития, то возможны вычеты, и вот по IT-компаниям, по таким условным процентам можно эффективную ставку 2,5% получить всего вместо 12,5 обычных Кипр, Кипр все равно интересная страна, и главное, там можно жить, да, так сказать, относительно недалеко, и можно получить налоговое резиденство, проживая там всего 60 дней, поэтому, несмотря на пересмотр налоговых соглашений Кипр остается интересной юрисдикцией для россиян, и надо сказать еще, что последние 2-3 года многие бизнесы реально не использовали эти понежные ставки под угрозой просто их проверки дополнительные, да, и те, кто сейчас эти 2-3 года их все-таки используют, рискуют сейчас оказаться под проверкой, да, стороны налоговых органов и для начисления налогов, штрафов, вот поэтому, честно говоря, я думаю, что пересмотреть таких соглашений, он глобального такого значения не имеет. Два слова о новом планировании, раньше мы говорили о выборе юрисдикции для компании, да, о том, что нужно тратить деньги на поддержание САПС, офиса, нужно обязательно деловую цель рассматривать, налоговые органы будут смотреть, кто является фактическим получателем дохода, вот банки вообще хотят, чтобы бенефициар и компания были в одной стране, и бизнес в этой же стране, для них самая понятная ситуация, когда российская компания имеет бизнес в России и торгует с зарубежными странами, и все в России происходит, или наоборот, не знаю, если на Кипре, так все на Кипре, вот, это одна, как бы, часть такая планирования, то, что касается компании, то, что касается филистских лиц, бенефициаров, да, то здесь гораздо больше простой, бенефициар более подвижен, в отличие от компании, да, у компании бизнес, офис, да, людей нужно перевозить, если там, думаете, для такой страновой реструктуризации, с филистским лицом это проще, да, можно было запланировать его перемещение по миру, где он собирается жить, собирается получать доходы, ну и, соответственно, на этом основании выстраивать свою налоговую схему. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ